Добрый день! Добрый день! Сегодня я приветствую Марину Константиновну Смирнову, психолога из России, из Москвы. Добрый день, Аня! Добрый день, дорогие слушатели! Ну что, рада встрече! Марина, много очень людей сейчас связывается, спрашивает о том, что думаем, что делаем. Просто, знаешь, вот очень многие знакомые, с которыми давно не были в контакте, вот они появляются, вот, и как-то разговаривают, весточку о себе подают. И это очень здорово. Да, и также, ты видишь, мы с тобой так давно не разговаривали, да, а теперь вот, пожалуйста, вот они мы вместе, вот они мы улыбаемся друг другу, да, и разговариваем, как всегда, о насущном, о важном, да, а именно о том, что делать, как жить. Ведь эти вопросы, Ань, они же всегда с русским человеком, да, что делать, да, вот со времен Чернышевского, да, и тогда этот вопрос остро стоял. Вот, и мне кажется, знаешь, если отвечать на него, то, а что нового? Учить себя думать, учить себя действовать, да, вот это то, что стоит всегда с нами. Ну, вот, и сейчас то же самое. Мне кажется, знаешь, я бы говорила об экономике в первую очередь, вот, и, ну, как, знаешь, как мы, поскольку мы всегда за жизнь, вот, и всегда за труд. Труд, мне кажется, что труд, это как раз то, что делает, да, из заготовки человека, да, вот, поэтому я думаю, что не буду отклоняться от того курса, который у меня был всегда, вот, и снова и снова буду агитировать за то, чтобы включать голову, смотреть внимательно по сторонам, учить себя принимать более правильные решения, да, а вот ты меня спроси, а как? А как, да, а как, Марина, скажи, да, 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 как принимать правильные решения сейчас в эти тревожные времена? Да, более, более правильные, знаешь, это такие, которые менее эмоциональные. Вот столько лет у нас шло, знаешь, в психологии, вот, шел такой крен на то, что прислушайтесь к своим чувствам, и синтон, подход был один из немногих, который говорил людям, ребята, кроме чувств есть еще реальность, учитесь со своими чувствами дружить, управлять именно, обязательно включайте голову, обязательно учите себя думать, да, вот, это будет важно. Вот, соответственно, более правильные решения те, которые менее эмоциональные. А вот как разбираться с эмоциями, когда ты ими охвачен, когда они мешают просто не то, что действовать, дышать иногда сложно бывает, да, человеку. Вот, вот, вот это, это разговор, конечно, ну, серьезный может быть. И да, мы сейчас активно со своими студентами и учимся этому, и это, это вопрос ни одного дня, ни одной недели, если, если всерьез заниматься, ну, точно так же, как и всем остальным. Вот, ты знаешь, я за последний месяц, наверное, ну, практически на каждом занятии от студентов слышу, какое счастье, что мы вот не отложили обучение, а пришли к вам заниматься. Потому что многие люди говорили, я раздумывал осенью или зимой, у нас теперь два потока, один осенний, другой зимний, да, и люди говорили, я вот раздумывал идти или подождать, много на работе всякого, да, думал, может быть, отложить обучение, но все-таки пошел. Я сейчас думаю, какое счастье, что я именно так поступил. Поддержу, Марина, подержу. И я понимаю сейчас, я, кстати, понимала, когда началась пандемия коронавируса, я понимала, как же мне повезло, что я закончила университет практической психологии. Это очень помогало и помогает. И сейчас я тоже так думаю, как же классно, как же классно. И вот, ты знаешь, интересно, и люди могут подумать, чем может обучение, ну, вообще так всерьез помочь, да, и почему вот именно такие отзывы от людей, да, нам всегда сложновато объяснять, что дает работа с психологом, да, или обучение психологии, что дает. Ну вот, кажется, больше знаний, больше понимания, как управлять собой, да, больше понимания, как мое собственное поведение влияет на тех, кто рядом, да, и каким образом я просто, меняя свое поведение, вдруг вижу, что меняется и отношение ко мне, да, и я понимаю, что, ой, я, кажется, ключики к управлению получаю, да, мне не нужно мучительно думать, что делать, у меня появляется план какой-то, да. Вот, знаешь, мы же ведь, в принципе, в УПП занимаемся очень простыми вещами, такими, которые, ну, в принципе, надо бы вообще детям дома эти знания давать, да, просто сейчас смешное время, дети скорее послушают психолога, да, нежели родную маму. Это очень странно, и я на своих курсах для родителей по воспитанию детей я даю подсказки родителям, как себя вести, так, чтобы все-таки дети в первую очередь на родителей были ориентированы, а не на посторонних людей. Но пока, вот пока ситуация такая, как есть, мы учим людей нормально спать, ложиться пораньше, а не попозже, да, вот мы говорим, как принимать более правильные решения. Согласна, что человек, когда у него есть режим, то у него голова яснее, правда? Да, конечно. Меня этому научили мои родители, так что я всегда ложусь спать в 11, стою сама, обычно без будильника, там, 7, половина седьмого. Спасибо.